Чтобы сподобиться принять в себя посетителем Христа, увещеваясь святой апостол, когда говорит во внутреннем человеке, вселите Христу верую в сердца ваши. Пищу надо избирать такую, которая бы умеряла, а отнюдь не возбуждала жар похоти плотской, и притом была удобно приобретаема и сообразна с общим обычаем и употреблением, братья, чьего угодья проявляется в трех видах. Один побуждает упреждать уставам определенный час принятия пищи, другой любит насыщать и переполнять чрево пищей, какого бы рода она ни была, третий удовлетворяется лишь приятнейшими и изысканнейшими яствами. Почему против него монах должен соблюдать троякое правило? Во-первых, ожидать уставного времени разрешения на пищу, потом не поблажать присыщению. В-третьих, довольствуется простою какой-нибудь и дешевой пищей. А что в этом отношении допускается несообразного с общим обычаем и употреблением, того древнейшее предание отцов не одобряет, как оскверненного суетностью, тщеславием и хвастливостью. Дела любви должно предпочитать посту. Этому научились мы у египетских отцов. Ибо когда мы, желая узнать правила этих старцев, пришли из Сирии в Египет, то нас принимали там с изумительно живым радушием сердечным. И куда бы мы ни приходили, нигде для успокоения нас не стеснялись с соблюдением определенного уставом часа для принятия пищи, как мы обыкли видеть в монастырях палестинских. Но везде разрешали на пищу, прежде того, кроме только среды и питка. Один из старцев, когда мы спросили его, почему у них так свободно мимоходится правила каждодневного поста, ответил нам, «Пост всегда со мною, вас же я не могу удержать с собой навсегда». Притом, хотя пост многополезен и всегда нужен, но он составляет жертву произвольную. Исполнение же дела любви есть неотложимое требование заповеди. Итак, принимая в вас Христа, я должен напитать Его. Когда же провожу вас, тогда, сделанное ради его снисхождения, могу вознаградить строжайшим постом. Ибо не могут цены брачные постить, доколе с ними жених. Придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут постить. Сорок. Крайности, как говорят святые отцы, с той и другой стороны равновредны. И излишество поста и пресыщение чрева. Знаем мы некоторых, которые, не быв побеждены чревоугодия, не изложены были безмерным постом, и впали в ту же страсть чревоугодия по причине слабости, происшедшего чрезмерного поста. Нам надо назаботиться как о том, чтобы по желанию плотского удовольствия не принимать пищи прежде назначенного времени или сверх меры, так и о том, чтобы употреблять ее в назначенный час хотя бы и не хотелось. Потому что и чрезмерное желание плотского удовольствия, и отвращение от пищи возбуждается врагом нашим. Притом неумеренное воздержание вреднее пресыщения, потому что от последнего в силу раскаяния можно перейти к правильному действованию. А от первого нельзя. О том, как пройти между обоими крайностями, соблюдая разумные мерности, прежние отцы наши часто рассуждали, и всем родам пищи предпочли хлеб. И мерой употребления его поставили два небольшие хлебца весом около фунта. Общее правило умеренности воздержания состоит в том, чтобы каждый сообразно с силами, состоянием тела и возрастом столько пищи вкушал, сколько нужно для поддержания здоровья тела, а нисколько требует желание насыщения. Кто не соблюдает одинаковые меры, но то постится чрезмерно, то присыщается, тот вредит как молитве, так и целомудрию. Молитве потому, что от неедения не может быть бодрым в молитве, клоняясь от бессилия ко сну. А целомудрие потому, что тот огонь плотской похоти, который возжигается от чрезмерного употребления пищи, продолжает действовать и во время строгого поста. Мерное употребление пищи, по мнению отцов, состоит в ежедневном употреблении столько пищи, чтобы после вкушения ее еще чувствовался голод. Такая мера сохранит душу и тело в одинаковом состоянии и не попустит человеку вдаваться ни в чрезмерный пост, расслабляющий тело, ни в присыщение, подавляющий дух. 45. Предлагаем еще одно спасительное наставление блаженного Макария, чтобы книгу нашего апостаха воздержания назидательно заключить мнением такого мужа. Он говорит, что монах так разумно должен вести дело пощения, как бы имел прибыть в теле сто лет, и так обуздывать душевные движения, забывать обиды, отревать печаль, ни во что ставить скорби и потери, как могуще умереть каждый день. Этим советуется в отношении к первому, то есть к посту, душеполезное благоразумие, которое бы заставляло монаха шестать всегда путем ровной строгости в воздержании, не позволяя ему в случае даже изнеможения тела переходить от строгости к излишеству, а в отношении ко второму, то есть обуздании движений душевных, спасительное великодушие, которое было бы сильно не только презирать то, что кажется благополучным в мире всем, но и пребывать несокрушимым несчастьями и скорбями, и пренебрегать ими, как ничтожными, туда, имея постоянно устремленным взор ума своего, куда каждый день и каждую минуту чает быть позванным. Б. Борьба с духом блуда. Борьба с духом блуда. Б. Борьба с духом блуда. Борьба с духом блуда. Борьба болей других долгая, всегдашняя, и весьма немногими начисто препобежденная. Брань лютая, которая начинает бороться с первого возраста зрелости, и не перестает прежде при побеждении прочих страстей. Поскольку восстание здесь бывает двоякое, двояким вооруженное оружием к борьбе, то и противостоять ему надо, но тоже с двояким оружием в руках. Недостаточно одного телесного поста к стяжанию совершенной чистоты совомудрия. Его превосходить должны покаянные сокрушения духа и неотступная молитва против этого нечистейшего духа. Потом непрестанное поучение в писаниях в соединении с умным деланием. Также труд телесный и рукоделие, удерживающие сердце от блужданий, возвращающие его в себя. Более всего глубокое истинное смирение, без которого ни над какой страстью никогда не может быть приобретена победа. При побеждении этой страсти уславливается совершенным очищением сердца, из которого, по слову Господа, источается яд этой болести. От сердца, говорит он, исходят помышления злые прелюбодеяния, любодеяния и прочее. Итак, прежде надо очистить то, откуда исходит источник жизни и смерти, как говорит Соломон. «Всяким хранением блюди твое сердце, от сих исходит жизнь» . Ибо плоть покорствует его произволение и власти. Закону постеческого скудно питание всеконечно должно следовать со всем усердием, чтобы обилием яств, насыщенная плоть, воспротивясь велением души, в буйстве не извергло долу правителя своего духа. Но если мы всю суть своего дела совместим в одном измождении тела, не постничествуя в то же время душой от прочих страстей, и не занимая ее ни поучением в божественном, ни другими духовными деланиями, то никак невозможно ввастечь на самый верх истинной чистоты, потому что в таком случае то, что в нас есть господственное, будет осквернять наше тело, хотя бы оно было чисто. Итак, нам должно по указанию Господа прежде очистить внутренние скляницы и блюда, да будет и внешне их чисто. Прочие страсти обыкновенно ощущаются, кроме прочего, и обращением с людьми, и каждодневными с ними занятиями и делами, и как бы врачуются самой неприятностью и досадой по причине падения в них. Так, например, порывы гнева, оскорбления, нетерпеливости, кроме сердечного получения и бодренного внимания, врачуются и посещением братья и частым взыванием этих страстей. Так как они, будучи при этом раздражаемы, чаще обнаруживаются, то чаще и обличаются, и скорее потому уврачевываются. Но эта болезнь при измождении тела и сокрушении сердца имеет нужду также в уединении и удалении от людей, чтобы, имея таким образом отклоненными поводы к пагубному лихорадочному рожжению ее, прийти скорее в состояние совершенного оздоровления, как для больных какой-либо болезни. Полезно бывает, чтобы вредные для них яства и на глаза им не были приносимы, дабы при взгляде на них не родилось у них смертоносное желание. Так и в прогнании этой особенной болести, походливости, много очень способствует безмолвие и уединение, чтобы больная душа, не будучи называема вне, разными лицами и вещами вызываема, свободнее восходила к чистейшему умному созерцанию и через то удобнее могла с корнем исторгать заразительное возбуждение похотения. Иное дело быть воздержанным и иное чистым, пришедшим в невозмутимое состояние целомудренной непорочности и девственной невинности. Такая добродетель приписывается одним девственникам и девственницам душой и телом, какими признаются, например, в Новом Завете оба Иоанна, притечи евангелист, а ветхом Илья, Иеремия, Даниил, на их степени стоящими не несправедливо по чести тех, которые по падении долгими подвижническими трудами и ревностным взысканием потерянного достигли до подобного им состояния чистоты и непорочности душевной и телесной. И жало плоти чувствует не столько по нападению срамной походливости, сколько по движению лишь естества. И вот такое вот состояние, говорим мы, крайне трудно достигнуть среди многолюдцев. Даже и не невозможно ли? Что, впрочем, всякий пусть не чает узнать из нашего рассуждения, а сам пусть доищется до этого через испытания своей совести. Мы не сомневаемся, что есть очень много воздержанных, которые на падение плоти, редко ли или каждодневно ими испытываемое, прогоняют и подавляют то страхом гиены, то желанием Царства Небесного. Относительно их Царцы полагают, что хотя они могут не быть совсем расстроены и побеждены страстными раздражениями, нельзя, однако же, им быть безопасными от нападений и совсем неуязвимыми. Ибо тому, кто находится в положении борющегося, хотя он и часто побеждает, одолевает противника, неизбежно иногда и самому испытывать тревогу и уязвление. 50. Если по сердцу нам с апостолом законно подвязаться с подвигом духовным, то не на свои силы, потому что человеческие усилия не сильны это совершить, но на помощь Господа, надеясь, положим со всем рвением побеждать этого нечистейшего духа. Ибо до тех пор эта страсть не перестанет оспаривать у души победу, пока она, душа, не сознает, что успешно вести такую брань выше ее сил, и что она своими трудами и своим усилием никак не может одержать победу, если не будет подкреплена помощью и заступлением Господа. И действительно, если всякий успех в добродетели есть дело благодати Господа и преодоление всякой страсти есть его победа, то преимущественно это дело, т.е. стяжание чистоты и преодоление похотной страсти, есть особенная благодать и дар, как подтверждается мнением святых отцов и опытами очищения от этой страсти по свидетельству тех, которые сподобились стяжать его. Ибо не чувствовать жало плоти есть некоторым образом то же, что, пребывая в теле, выйти из плоти, облекаясь плотью, быть вне естества. И потому невозможно человеку на своих, так скажу, крыльях возлететь на такую небесную высоту совершенства, если благодать Господня даром чистоты не извлечет его истины земной. Ибо люди плотиные никакой добродетелю и так близко не уподобляются небесным ангелам в подражании их жизни, как стяжанием благодать и чистоты, через которую они, еще продолжая жить на земле, имеют по апостолу жительство на небесах. И здесь, в бренной плоти, обладает уже тем, что обещается святым в будущей жизни по отложению тленной плоти. Слушай, что говорит апостол. «Всяк, подвязающийся от всего, воздерживается». Он выставляет подвязающегося на ресталищах, в образец нам в духовном нашем подвижничестве. То для успеха в состязаниях не только от всякой запрещенной пищи, пьянства и нетрезвости воздерживается, но и от бездействия, праздности и лености, стараясь постоянным упражнением и вниканием в дело, и силы свои развить и умение приобрести. Он оставляет всякую заботу и печаль о делах житейских и супружеских. Одною томя себя заботой – как бы возыметь успех и получить победный венец? Особенно же он в заботе сохранить себя чистым от осквернения плотского, чтобы даже и во сне как-нибудь не обольститься странными грезами и через то не умалить силы, приобретенной долгим временем и немалой заботою. Тут видишь ты все, что надлежит делать и духовному подвижнику. И видишь и то, что для успеха в духовном твоем делании и тебе предлежит преимущественно хранить чистоту и целомудрие. Ибо если там, в мирских внешних состязаниях о венцах тленных так необходима чистота, то сколь безмерно необходимее она в нашем духовном внутреннем стремлении к венцам небесным. У нас требуется не внешняя только чистота плотского греха или невольного осквернения, но наипаче и внутренняя чистота мысли и чувства. Нам надлежит всяким хранением чистыми блести самой сокровенности сердца, что те аресталищные состязатели желают иметь только телесно, тем мы должны обладать в глубинах совести, в которой подвигоположник наш Господь зрит до малейших черт все движения нашего произволения. Надлежит же нам тому, что боимся сделать открыто, не допускать возникнуть внутри неосторожным помышлением и что стыдимся обнаружить перед людьми, тем не оскверняться и тайным в сердце согласием, ибо хотя это и может укрыться от людей, но не может утаиться от ангелов и самого всемогущего Бога, от которого не сокрыты никакие тайны. Признаком и мерой совершенства стяжанной чистоты можно поставить то, если у нас, когда отдыхаем или разнеживаемся в глубоком сне, не возникает никакого обольстительного образа и если возникает какой, то не силен бывает возбудить никаких движений похотных. Ибо такое движение, хотя не вменяется в полную вину в грехе, однако служит верным признаком, что душа еще не достигла совершенства и показывает, что страсть еще не до чиста исторгнута, когда мечтательные образы успевает производить такого рода наругания, качество помыслов, которое среди развлечений дня не совсем тщательно охраняется, а обнаруживается во время ночного покоя. И потому, когда случилось сказанное наругание, то в этом не сон должен почитать виновным, а не хранение внимания в предшествующее время и видеть в этом обнаружение скрывающейся внутри болести, который ночной час не породил впервые, как не бывший прежде, а только скрытую во внутренних фибрах души вывел на поверхность кожи, во время подкрепления тела сном обнаруживая внутренний лихорадочный жар страсти, который сами мы вожгли, питаясь в продолжении всего дня недобрыми помыслами. Так и телесные болезни не в то время поражаются, в какое, видимо, обнаруживается, но наживаются в предшествующее тому время, когда кто без осторожности, питаясь всякой вредной для здоровья пищей, собирает в себе болезнеродные соки. 55. Вот и сам Бог, творец и создатель всего рода человеческого, зная лучше всех природу творения своего. Туда направляет врачевание, откуда главным образом исходят причины страстной боли стесей, когда, говорит, всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Делая замечания сладострасти и глаз, он не столько их обличает, сколько то внутреннее чувство, которое худо пользуется их услугой всмотрения. Это сердце, больное и уязвленное стрелой похотения, смотрит с вожделением. Благодеяние зрение, дарованное творцом на добро, обращая по своей страстности на служение худым делам и скрытую в нем самом болезни сладострасти, изводя в ящ по поводу воззрения. Почему и спасительная заповедь предписывается тому, по чьей страстности происходит злое уязвление через зрение? Ибо не говорится «всяким хранением блюди очи твои», но «всякий», «всяким хранением блюди свое сердце» . Первым и главным действием хранения чистоты сердца – это будет у нас то, чтобы когда по тонкой подсаде дьявольской злокозненности прокрадется в ум наше воспоминание о каком-либо лице женского пола, хотя бы то матери, сестер родных и даже святых жен, мы как можно скорее спешили изгнать его из наших мыслей, дабы если долго промедлим в таких помышлениях, враг наш обольститель, от этих жен не перевем незаметно ума нашего Ии к таким, через которых мог бы сеять душевредные мысли. Почему, стараясь исполнить заповедь, «всяким хранением блюди в свое сердце», мы должны по первоначальному Божию повелению заботливо блюсти ядоносную главу змея, то есть начатке злых помышлений, через которые дьявол покушается вползти в нашу душу, чтобы если глава его по нашему небрежению проникнет в наше сердце, не вползло туда и все тело его, то есть не породилось из нечистых помышлений и согласия на греховное усложжение. «Когда же враг будет впущен внутрь, то пленив душу всеконечно убьет ядовитым угрызением своим, возникающих на земле наших грешников, то есть плотские чувства, также должны мы избивать во утро их рождения и разбивать о камень сынов Вавилона, пока еще они младенцы, ибо если не будут они избиты, пока еще нежны и слабы, то выросши по нашему потворству, они с большой силой восстанут на нас и или погубят нас, или если будут побеждены, то, конечно, не без больших воздыханий и трудов, ибо когда крепкий, то есть дух наш вооружит, сохранит дом свой, то есть охраняет покой сердца нашего страхом Божьим, тогда в мире суть имения его, то есть плоды трудов его и добродетели, долгим временем стяжанные, когда же сильнейший его нашет, победит его, то есть дьявол через согласие со внушенными от него помыслами, тогда все оружие его возьмет, на которое он надеялся, то есть на памятование Писания или страх Божий, и корость его раздаст, то есть навыки в добродетелях развеет всякими противоположными им пороками. Это все, говорит святой Павел, воля Божия, святость ваша, и чтобы не оставить в нас сомнения или темного непонимания, что именно называет он святостью, правду ли или любовь, или смирение, или терпение, ибо всеми сими добродетелями приобретается святость. Он далее прямо обозначает, что собственно хотел назвать святостью, сесть воля Божия, освящение ваше, хранить себя самих от блуда, и верить каждому от вас, хранить свой сосуд, стяжевать во святыне и чести, не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Смотри, какими похвалами превозносит он целомудренно, называя его честью сосуда, то есть тело нашего, и святынею. Следовательно, напротив, кто пребывает в страсти похотной, тот находится в состоянии бесчестия и нечистоты и живет чуждо святости. Немного ниже святой Павел еще прибавляет, опять называя целомудрость святостью, не призвал нас Бог к нечистоте, но во святость. Посему отметающий, презирая и сие, не человеков отметает, но Бога, давшего Духа своего святого в нас. Ненарушимую силу и важность предал он заповеди своей, когда сказал, что кто отметает это, то есть то, что я сказал, тот не человека презирает, то есть меня заповедавшая это, но Бога во мне говорящего, который Духу своему святому назначил в обиталище сердца наше. Видишь ли, какими в простых словах похвалами привознес он эту добродетель. Во-первых, ей, собственно, приписывает святость, потом утверждает, что ей сосуд тела нашего освобождается от всякой нечистоты. В-третьих, что, извершив странную нечистоту, сосуд сей будет пребывать в чести, как святыня. Наконец, что есть самое высшее преимущество, через нее обитателем сердца нашего будет Дух Святой. Приведу и другое подобное всему свидетельство того же апостола. Пиша к евреям, он говорит, мир имейте со всеми и святость, без которых никто не увидит Господа. И здесь также он ясно утверждает, что без святости, которую обыкновенно называют непорочностью и чистотой души и тела, совершенно невозможно видеть Бога. Чем выше и небеснее есть достоинство целомудрия, тем сильнейшее вызывает оно наветы вражеские. Почему тем сильнее должны мы соблюдать не только воздержание тела, но и сокрушение сердца с непрестанными молительными воздыханиями, чтобы печь плоти нашей, которую царь Вавилонский непрестанно покушается поджечь поджожками плотских подсад. Непрестанно же угощать и охлаждать нисходящую в сердца нашей росой Духа Святого. 60. Такое настроение можно нам удерживать постоянно, если будем всегда помнить, что Бог есть ночной и дневной зритель и знатель не только тайных дел наших, но и всех помышлений и веровать, что мы имеем дать Ему отчет и за все, что вращается в сердце нашем, как за все дела и поступки наши. Чтобы даже во время сна нечистые грезы не оскверняли нас, для этого всегда надо надержать равномерно умеренный пост, ибо кто нарушит разумную меру строгости в воздержании от пищи, тот потом непременно зайдет и задолженную меру послабления себя в этом. С изменением же меры подкрепления себя пищей неизбежно должно изменяться и качество нашей чистоты, но при этом должно иметь постоянное смирение сердца и терпение, равно как внимательное предохранение себя в течение дня от гнева и прочих страстей. Ибо, коль скоро западет в нас огонь гнева, то после легко проникнет к нам и жар похоти. Более всего необходимо бодренное облюдение себя ночью, ибо как чистота и охранение себя днем предуготовляет чистоту ночную, так и ночная бодренность предпосылает сердцу, равно как и вниманию к себе силу и крепость противостать всему нечистому днем. Можно ли совсем погасить огонь похоти, коей жар как бы врожденным чувствует в себе плоть наша? Поищем наперед, что полагает об этом блаженный Павел. «Умертвить, и говорит он, члены ваши, которые на земле». Какие же это члены заповедует он умертвлять? Конечно, не руки или ноги или другие какие части отсекать, а истреблять тело греховное, о котором в другом месте говорит он «Да упраздниться тело греховное плоти, и которое, как всякое другое тело, имеет и свои члены». Их-то и заповедует апостол умертвить. «А какие это именно?» Он тут же и перечисляет. «Ибо, сказав, умертвите, члены ваши, земные, продолжают блуд, нечистоту, страсть, похоть злую и лихая мания, которая есть идолослужение. Первый член блуд – это грех плотского незаконного совокупления. Второй член – нечистота, которая без всякого прикосновения к женщине иногда случается во время сна или во время бодрствования. Третий член – страсть, которая, находясь в сокровенности души, может воспламеняться и не по действию похотения в теле. Четвертый член – похоть злая, которая может относиться не только к вышесказанной страсти нечистой, но и вообще ко всем пагубным вожделениям, и которые есть только болезнь развращенной воли. Последним членом греховного тела ставит апостол Лиха и манье, внушая, что не только должно воздерживаться от пожеланий чужих вещей, но и свои надобно великодушно презирать, как действительно и поступало упоминаемое в книге Деяний первое общество верующих. Из всего сказанного делают такое заключение. Если многие ради Христа отвергли свое имущество, так что не только обладание деньгами, но и желание их от сердества их отсекли, то следует, что таким же образом можно погасить и блудное рожение. Ибо апостол не соединил бы невозможного дела с возможным, но, признавая то и другое возможным, заповедовал равно то и другое умертвить. И настолько блаженный Павел уверен был в возможности искоренить блудную страсть из членов наших, что не только заповедовал мертвить ее, но повелел, чтобы даже имя ее не было произносимо между нами, говоря, блуд же и всякая нечистота, лихаимство не должны именоваться среди вас, как подобает святым сквернословие, боесловие, кощеное, как неподобное. Потому не может быть сомнения, что страсть блуда может быть истребленной членов наших, так как апостол повелел отсекать их, так же, как и любостяжание, суесловие, смехотворство, которых отсечение удобно. Впрочем, мы должны знать, что хотя бы мы соблюли всю строгость воздержания, именно голод, жажду, бдение, постоянный труд и с неослабным усердием занимались чтением душеспасительных книг. Не можем, однако же, сами посредством этих подвигов приобрести непрерывную чистоту целомудрия, если не придет к нам на помощь особенная благодать Божья. Доведает всяк, что он должен неутомимо упражняться в сказанных подвигах только для того, чтобы терпеливо переносимые прискорбностью от них, преклонив к себе милосердия Божия, способиться божественного дара освобождения от брани плоти, от господства преобладающих страстей, а не в той надежде, будто он сам собой посредством их может достигнуть несокрушимой чистоты целомудрия телесного, которого так желает и ищет. 64. Желания настоящих вещей не могут быть подавлены или отвергнуты, если вместо их не будут восприняты другие, спасительные. Потому, если желаем истребить плоские вожделения из сердец наших, то на место их должны поскорее насадить желания духовные, чтобы дух наш, всегда стремясь к предметам их, не имел ни охоты, ни времени обращать внимание на прелести приходящих радостей земных. И когда дух наш каждодневными упражнениями в духовном делании установится в таком настроении от решения от всего, тогда опытно разумеет и силу следующего стишка, который и все мы нередко повторяем, но силу которого ведают лишь немногие опытные. «Призрех Господа предо мною всегда, видел всегда, он одесну и меня, да не подвигнусь» Псалом 15.8. Только тот действительно постигает силы и смысл этого стиха, кто достигнув до той чистоты тела и духа, о которой говорим, сознает, что он в каждую минуту охраняется Господом, чтобы опять не уклонился на прежнее, и что десницы его, то есть святые действия, постоянно ограждаются им. Ибо Господь всегда присущ святым своим не по левую сторону, потому что святой муж не имеет ничего левого, то есть худого, но по правую. А для грешников и нечистых он бывает невидимым, к тому, что они не имеют правой стороны, на которую он обыкновенно бывает присущ. 65. Святого Иоанна Касьяна. Борьба с духом блуда. Много степеней целомудрия, по которым восходит к непоколебимой чистоте. Лестницу такого совершенствования целомудрия я разделю на шесть степеней, которые, однако же, в действительности проходятся незаметно, по подобию наших тел, которые в каждый день нечистительно получают в себе приращение и без нашего ведома вырастают до совершенного своего вида. Первая степень целомудрия есть, если монах не подвергается возмущению плоской похоти в бодрственном состоянии. Вторая, если ум не замедляется в плодострастных помыслах. Третья, если при виде женщины немало не тревожится вожделением. Четвертая, если в бодрственном состоянии не допускает и простого движения плоского. Пятое, если самое тонкое согласие на плоское действие не ранит ума, когда рассуждение или чтение приведет на память человеческое рождение. Шестая, если даже и во сне не бываем возбуждаем, не бывает соблазнительными мечтами о женщинах. Шестьдесят шесть. Полная целомудренная чистота от начатков воздержания, от похотных мыслей и движений отвечает Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...